Весеннее половодье в этом году пришло в Ленск раньше вскрытия рек. Талая вода залила большинство центральных и периферийных улиц города. Но снег только начал таять, а значит реальный масштаб проблемы можно будет увидеть только через несколько дней. Это район речного порта, а это его главная достопримечательность. Самая большая лужа в городе разлилась не только на проезжей части. Под водой пешеходные дорожки преодолеть этот отрезок пешком невозможно. А у автомобилистов свои проблемы. Под водой прячутся глубокие ямы. Улица Победы на пике бездорожья. А это набережная. Картина та же. Пешком не пройти, тротуар залит водой. Карабкаться по сугробам осмеливается не каждый. Можно в два счета скатиться в ледяную воду. Здесь такая лужа разлилась впервые. Городские власти говорят, всему виной снежная зима. Началось резко таять, и земля промерзла. Воде некуда просто удеваться. Грунт сейчас немножко потает. Естественно, она уйдет. Уйдет не сразу. Снегозапаса в городских дворах хватит надолго. За зиму подрядчики вывезли на специальные полигоны 50 тысяч кубометров снега. Но весна показывает – это слишком мало. И уже пора думать не как вывезти оставшийся снег, а как откачать талую воду. На сегодня мы приобретаем насосное оборудование для откачки талых вод в места низинные, чтобы как-то исправить это положение. Но именно сейчас есть договоренность с коммунальными службами, в частности управляющими компаниями, о том, чтобы вакуумными машинами первоначально откачать эти лужи. Но договоренность пока устная, а у управляющих компаний свои проблемы. В каждом дворе снежная каша. Эти кадры сняты на телефон сразу под окнами гостиницы Лена. Легковая машина так и не смогла преодолеть препятствия самостоятельно. А между тем продолжается противостояние городской администрации и управляющих компаний. На очередном собрании у главы обсуждался наболевший вопрос придомовых территорий. Сегодня они определены у 269 многоквартирных домов. Теперь порядок на этих участках обязаны поддерживать управляющие компании. Только тарифы надо менять. В тарифе нету даже механизированной уборки территории. Вот откачки воды, которой мы сейчас занимаемся, этого нету нигде в тарифе. За все это везде на Западе собственник платит отдельно. У нас никто и ничто не хочет платить. Пока схема межевания земельных участков между домами не закончена полностью, убираться компаниям приходится по приказу главы. Я сейчас не говорю, чтобы вы занялись выпуском снега. Но вы хотя бы поставьте погрузчики, гридера и пройдите там, где это есть возможность, и уберите этот снег, чтобы не было этого снега во дворах. Насколько оперативно будет выполнено распоряжение главы, каждый житель многоквартирного дома увидит в своем дворе. Олеся Васева, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край». Академия Гридерий